К нашему эфиру сейчас присоединяется Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Михаил, хочу начать, конечно же, разговор с событий в подмосковном Кроку-Сити-Холле. Представитель главного управления разведки Украины уже это прокомментировал. Юсов заявил, что это является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Пожалуйста, прошу вас прокомментировать эту всю историю. Давайте начнем с того, что, безусловно, Украина не имеет ни малейшего отношения к тем событиям, которые мы видели сегодня в Подмосковье. Несомненно, еще раз подчеркиваю, это абсолютно лишено здравого смысла. Наоборот, на мой взгляд, после двух лет войны и для нас, и для стран-партнеров наших, очевидно, что все события решаются, ну, имеется в виду все, что касается этой войны, решаются на поле боя, решаются конкретными военными решениями, решается количеством оружия и, соответственно, проводить теракты, которые никак не будут влиять на ход войны, а наоборот позволят России ужесточить риторику. А, кстати, сегодня, я напомню, есть такой субъект, у него фамилия Писков, он сегодня сказал прямо, что никакого СВО они уже не проводят, они просто ведут войну, и главная цель этой войны — уничтожение Украины. Прямо открытым текстом он это говорит. И, безусловно, для того, чтобы в рамках этой концепции война на уничтожение Украины, проводить дальше мобилизацию, опять же, на фоне больших потерь, проводить дальше милитаризацию собственной экономики, конечно, им нужны поводы. Вот один из этих поводов, конечно же, традиционной для Российской Федерации технологическая операция под названием «А давайте-ка мы проведем теракт как таковой». Поэтому давайте фиксировать. Украина, несомненно, не имеет ни малейшей потребности в таких действиях. Во-вторых, события будут решаться в этой войне только на линии фронта. В-третьих, Российская Федерация имеет достаточно большой опыт проведения подобных мероприятий. Напомню, Каширское шоссе, напомню, Волгодонск, напомню, Норд-Ост, после которых Россия начинала те или иные контртеррористические операции противоэтнических групп, в данном случае, либо в Дагестане, либо в Чечне и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, третье, вы только что об этом сказали. Безусловно, еще 9 марта, насколько я помню, было предупреждение представителей иностранных посольств, базирующихся в Москве, о том, что такие теракты возможны в местах скопления населения для того, чтобы российская пропаганда имела возможность для истерического вопля по поводу того, что давайте-ка все-таки все вставать, как это у них там песня, да, «Страна народная, вставай, священная война» и так далее и тому подобное. Поэтому я бы еще раз спокойно реагировал на любые заявления, которые звучат из Российской Федерации. Точно и понятно, что Украина бессмысленно подобные действия делает, имея большую войну на своей территории. Ну и, наконец, главное, знаете, долгое время рассказывать о том, что вы все контролируете, силовики все контролируют все, да, и так далее, и потом не увидеть вооруженных людей в центре Москвы, ну или там в центре Подмосковья, да, и так далее и тому подобное. Это выглядит, на мой взгляд, очень странно. Михаил, вы вспомнили Пескова, который вдруг перестал называть войну спецоперацией и заявил, что РФ находится в состоянии войны. О чем говорит такая смена риторики, учитывая, что, кстати, и сегодня командующий сухопутных войск ВСУ Павлюк сказал, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат? Россия постоянно создает различные группировки, постоянно проводит до комплектации, до мобилизации. Давайте все-таки, опять же, объективно на это смотреть. Она не останавливала. Помните, где-то года полтора назад они объявили, так называемую, частичную мобилизацию? Вот с той поры у них частичная мобилизация идет непрерывно. Плюс идет рекрутинг в нищих регионах, да, то есть они там покупают, по сути, людей, обещая им заработные платы, соответствующие те, которые они в этих депрессивных регионах не получают, и обещая им бонусы в виде грабежа населения, гражданского населения Украины и так далее. Поэтому здесь, честно говоря, никакой новизны нету. Я вообще не совсем понимаю, зачем есть военная информация, информация, которая необходима для представителей генерального штаба, для представителей разведсообщества с точки зрения планирования наших ответных действий. Не совсем понимаю, для чего эта информация постоянно, условно говоря, понятная, очевидная информация, постоянно выходит в публичное пространство. Потому что, смотрите, Россия еще собирается делать одну группировку. Россия будет накапливать ресурсы и резервы. Она это делает, еще раз подчеркиваю, постоянно. И вот, зная эту информацию, безусловно, генеральному штабу нужно планировать те или иные действия, которые будут эффективно противодействовать планам Российской Федерации. Теперь, что касается, собственно, риторики, ужесточения риторики со стороны Российской Федерации. Да, безусловно, переназначив 17 марта диктатора на позицию диктатора и не получив надлежащей оценки нелегитимности этого диктатора, Россия пошла в обанк, то есть она максимально жестко поднимает ставки. Она говорит о том, что, смотрите, ну раз вы не хотите нас остановить, значит, мы будем, опять же, геноцидить Украину полностью. Мы будем атаковать ее энергообъекты, центры городов и так далее, крылатыми ракетами. И мы будем требовать, чтобы вы принудили Украину сдаться, потому что мы хотим провести там этнические чистки, мы хотим там построить систему фильтрационных лагерей, мы хотим провести там депортационные мероприятия, то есть тех, кого не убьем, депортировать и, соответственно, разрушить эту страну до основания. Вот это означает, это риторика для нас с вами. Ну, честно говоря, опять же, я не вижу никаких изменений по линии фронта, те события, которые происходят, они, действия по линии фронта определяются наличием у нас или не наличием у нас тех или иных видов оружия, ну, имеется в виду снаряда, дрона, дальнобойные ракеты, тактической авиации. Чем быстрее это все будет в должном количестве, тем иначе будут выглядеть события по линии фронта. С точки зрения пропаганды, как таковой, постоянная акцентуация на том, что, смотрите, они что-то делают, Россия что-то делает и так далее. Мы сейчас будем вот просто войну объявлять Украине. Еще раз, Украина внутри войны находится два года. Украина эффективно проводит оборонительную войну. Украина имеет все больше инструментов для нанесения соответствующих ударов по российской регулярной армии. Украина эффективно ведет свои боевые действия. И, безусловно, Украина намного глубже понимает и природу войны, и подготовку России, и ресурсные возможности России. Соответственно, те или иные действия... Кстати, президент Зеленский об этом постоянно говорит, что, во-первых, есть у нас внешнеполитические треки, на которых идут обсуждения все-таки основных задач, которые до сих пор не решены. Какие? Это система закрытая небо. Ну, условно, да, это система дополнительного ракетно-противовоздушной обороны. Их надо больше. Сегодняшняя ночная атака показала, что Россия абсолютно конкретно атакует только невоенные объекты. Подчеркиваю, только невоенные объекты, только гражданские объекты, только объекты энергоструктуры или критической структуры и так далее. Второе. Безусловно, нам необходимо паритетное количество снаряда, относительно паритетное количество снаряда тяжелых калибров. Их нужно покупать, если мы не успеваем воспроизводить в нужном количестве. Третье. Нам нужна дальнобойная ракета. Почему? Потому что логистика должна быть уничтожена российской, иначе это будет бесконечный процесс подвоза, опять же, того же ресурса и резерва. И, наконец, четвертое. Для того, чтобы все-таки еще раз выровнять ситуацию по линии фронта, где Россия сегодня использует исключительно большое количество управляемых авиационных бомб, нам нужна тактическая авиация. В количестве, вы прекрасно знаете это количество, 45, 50, 50, 60 самолетов, истребителей, штурмовиков F-16. Вот это позволит нам более-менее четко понимать, как дальше развивается война, и идти по справедливому финалу этой войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова